Доброго дня, всем добрым людям, на YouTube-канале Марк Солонин и Техникум. Мы подошли к завершению нашего большого ракетно-лунного цикла, сериала. И сегодня мы получим ответ на главный вопрос. Каким образом так получилось, что Советский Союз, который на рубеже 50-х, 60-х годов, безусловно, опередил Соединенные Штаты в деле создания мощных ракет-носителей, вывода человека в космос, отправки автоматических станций к Луне в Венере? А как так получилось, что Советский Союз, который, безусловно, лидировал в космической гонке, с треском проиграл Соединенным Штатам лунную гонку, да еще так проиграл, что не смог даже подняться на первую ступенечку? Первую ступенечку, большой лестнице, ведущей к Луне, эта ступенька – это создание мощного сверхтяжелого ракетоносителя. Без чего все остальное уже не имело смысла. Вот как оно все так получилось, и почему это получилось у американцев, мы и будем сегодня выяснять. Подобие традиции, которые сложились на нашем канале, кратчайшие содержания сегодняшнего рассказа. Жил-да-был в городе Мухасранске, молодой подающей надежды, спортсмен Вася Пупкин, боксер третьего юношеского разряда, легкого веса. Вася Пупкин решил вызвать на соревнования Майка Тайсона и послал ему об этом письмо. Ну, то ли почта, чтобы там перепутала, то ли ящик сломался, короче, Майк Тайсон этого письма не видел. Ну и, соответственно, на бой не пришел. В результате публика собралась, Вася на ринге, рефери на ринге, соперника нет. Вася Пупкину посуждено победа, ну а как иначе? Вот это через неделю Майк Тайсон совершенно случайно, понадеялись в газетке, узнал, что оказывается, Вася Пупкин его уже победил. Оказывается, весь Мухасранск завешан плакатами с надписью «Наши мужчины – самые крутые мужчины в мире». Слегка удивившийся этому делу, Майк Тайсон вызывает Вася Пупкина на бой-реванш, и Вася соглашается. Прежде чем вы представите себе возможные последствия, важное уточнение всей этой картинки. Дело в том, что Вася-то тренируется в Мухасранске, а там у них свои правила. В соответствии с этими Мухасранскими правилами не должны молодые люди без толку бегать, по полю мячики катать, по рингу подпрыгивать. Должны готовиться к обороне Родины. Поэтому положено всем спортсменам Мухасранским, и Вася Пупкин, соответственно, вышел на этот бой с рюкзаком, а в рюкзаке у него там была минометная плита. Вот теперь, получив все исходные данные, вы можете сами спрогнозировать, чем этот бой закончился. Вот тем же самым и закончилась лунная гонка. Это метафоры и всяческие, так сказать, аллюзии с аллегориями. Теперь то же самое, но уже более содержательное. Соединенные Штаты, военно-политические руководства, Северные Штаты, президенты, министр обороны и так далее, понятия не имели о том, что они участвуют, должны принять участие, предстоит принять участие в какой-то космической гонке, в какой-то гонке по созданию сверхмощных тяжелых ракет. А почему? Потому что им это совершенно было не надо. Если у министра обороны Соединенных Штатов когда-то там и появлялась некая мысль, что неплохо было бы создать баллистическую ракету там на 200 тонн стартового веса, то эта задача где-то стояла 146-й в очереди длинного перечня задач. В Америке были другие способы доставить термоядерное оружие Соединенные Штаты, извиняюсь, Советский Союз и сорвнять его землей. Об этом у нас на канале записано целое кино, большое кино, часовое под названием «Почему Америка не уничтожила Советский Союз?». Кстати, счетчик Ютуба подсказывает, что второе место за полтора года нашего канала, чего только на нем не было, а вот этот вот незатейливый сюжет второе место по зрительским просмотрам. Не буду комкать и поисказывать часовую вещь в кратчайшем изложении. К концу 50-х годов, но на рубеже 50-х, 60-х. Достижения американской науки техники дошли до того, что сначала ядерный заряд, заряд деления, а потом уже термоядерный заряд, то, что называется водородная бомба, съежился до размеров обычной авиабомбы там 200-500 килограмм веса. В результате на рубеже 50-60-х годов американцев было две тысячи реактивных самолетов, начиная от огромного восьмимоторного Би-52, заканчивая тактическими истребительными мазировщиками, которые могли поднять термоядерную бомбу. А таких зарядов у них было авиатраспортированных порядка шести тысяч штук. Две тысячи носителей, шесть тысяч бомб, зарядов делают абсолютно бессмысленное обсуждение. При таком количестве уже не надо обсуждать качество советской ПВО. Неважно, сбили бы 5% или 10%, может быть, даже 20%, может быть, даже 30%. Это уже абсолютно неважно. Оставшихся, безусловно, хватило бы для того, чтобы сравнять Советский Союз с Землей. Однако это же не все. Мы об этом говорили во второй серии нашего сериала. В конце 50-х годов американцев уже были баллистические ракеты, оперативно-тактические, как бы мы сейчас назвали, Юпитер и Тор, одноступенчатые жидкостные ракеты, которые уже летали на 3 тысячи километров. И СБАС в Европе, в Англии, в Турции, Турция была членом НАТО, возможно, для этого и принято, они могли уже проразить большую часть объектов. А более того, более того, в 60-м году, это трудно поверить, но в 60-м году американцы уже ввели в боевой состав подводный атомный крейсер Джордж Вашингтон, который был вооружен вот этим вот, то, что вы видите перед собой, двуступенчатая, твердотопливная, то есть простая, надежная, хранимая ракета Паларис, 13 тонн, жалкие 13 тонн стартового веса, и уже Паларис-1 с самой первой модификации летала на 2200 километров. Теперь смотрим на карту, рисуем стрелочки на Киривулиной. Вот зашла американская подводная лодка, дошла до проливов, через проливы могут пустить, турки могут не пустить, вот зашла она, подошла к проливам и смотрим. Санкт-Петербург, Москва, Нижний Новго, тогда город Горький, полностью, ну уж понятно, что Киев и вся Украина, полностью покрываются, дальностью, достигая достижимые для этого Палариса, ну а вот Юпитер и Литур, размещенные в Турции, видим следующее Киривулину, Куйбышев, Пермь, Межевск, Уфа, Свердловск, ныне Екатеринбург, Челябинск, весь этот Волжско-Уральский промышленный район, ну естественно, плюс Московский район, плюс Санкт-Петербург, полностью покрывается. Так и это еще не все. И в 62-м году американцы поставили на вооружение трехступенчатую, твердотопливную, межконтинентальную ракету Минитмен, вот он, красавец, перед вами, опять же, твердое топливо, простая и надежная, как оружейный патрон ракета, она и похожа на оружейный патрон, обратите внимание на ее габарит, и весит это дело 30 тонн. А это уже межконтинентальная ракета, которая просто способна поразить любую точку на территории Советского Союза. Ну и зачем им надо было посреди всего этого дела устраивать какую-то гонку или пить какие-то 200-тонные, 300-тонные ракеты? Поэтому они и не знали о том, что их, оказывается, кто-то на это соревнование вызывал. С другой стороны, с другой стороны, океана и глобуса, находился Советский Союз, предводитель которого, на тот момент, Никита Сергеевич Хрущев, испытывал яростное желание показать американцам Кузькину мать. Желание было огромное, возможностей никаких. Как-то так получилось, что трудящиеся Канады не захотели поднять социалистическую революцию. Трудящиеся, а также бездельники, люмпины, бандиты, наркоторговцы Мексики тоже социалистической революции не сделали. Ну, появился, правда, на мгновение какой-то огонек надежды в связи с победой Кубинской революции, но, как мы знаем, в 1962 году после Калифовского кризиса как появился, так, но, возможно, так и закрылась. Соответственно, если для Америки, Соединенных Штатов, большая, тяжелая, жидко-топливная, межконтинентальная ракета, если и зачем-то была бы нужна, только как одно из в длинном ряду средств доставки, причем тяжелые, сложные в эксплуатации, вообще непонятно зачем, при наличии 30-тонного твердотопленного минетмена. То для Советского Союза создание баллистической ракеты межконтинентальной дальности, для конкретной Никиты Сергеевича, это была идея-фикс, это была сверхценная идея и задача номер один. Решая эту задачу, Королев создал «семерку», огромную жидкостную ракету стартовой массы 270 тонн, 270 тонн, еще раз повторяю, минетмена 30 тонн, а почему так много? А потому, что советские системы наведения давали ошибку в несколько километров, соответственно, нужен был заряд большой мегатонного энерговыделения, а советские на тот момент термоядные заряды были существенно тяжелее американских, и поэтому для того, чтобы эту мегатонную боеголовку сделать, она должна была весить порядка 5 тонн. А дальше все и получилось. Нам нужен носитель, способный забросить на межконтинентальную дальность аж 5 тонн, минетмен забрасывал 200 килограмм, поэтому он такой маленький, то в результате в ответ на это появилась гигантская ракета. И вот как побочный эффект, побочный результат отчаянного желания Никита Сергеевич показать американцам Кузькину мать в лице мегатонной боеголовки в Нью-Йорке, вот как побочный эффект этого дела появилась возможность отвинтить от боевой межконтинентальной ракеты Р-7, отвинтить 5 тонн боеголовку, на это место поставить третью космическую ступень, и пожалуйста, советский человек в космосе, мы положили дорогу к звездам, Луна межпланетная, аммиоавтоматическая Венера и так далее, вот так вот Советский Союз и победил на рубеже 50-60-х космической гонки, в которой Америка просто не участвовала, а потом американцы узнали, что вот такое дело произошло, 12 апреля 61-го года в космосе был Гагарин, а 25 мая того же 62-го года президент Соединенных Штатов, тогда молодой президент Джоум Кеннеди обращается к Конгрессу, просит у Конгресса 40 миллиардов долларов на программу, в соответствии с которой, как было сказано до конца этого десятилетия, этого десятилетия наш американский астронавт будет на Луне. И Конгресс на это согласился и эти деньги выделил. И эти гигантские, гигантские деньги двинулись и влились в высокоэффективную, конкурентно-рыночную американскую экономику. Напоминаю, что на первых минутах нашего первой серии мы говорили о том, что программа, советская программа создания ракеты Н-1 обошлась то ли в 4, то ли в 5, то ли в 6, мы возьмем в среднем 5 миллиардов советских рублей. Так вот, даже по тому официальному курсу, вот этот ежедневный анекдот, который пугал, печатала газета «Известия», даже по этому смешному курсу 40 миллиардов американских долларов, это во много-много раз больше, чем 5 миллиардов советских рублей. Ну, если уже говорить про реальные курсы, мы вообще имеем несопоставимые величины. После чего это соревнование может быть даже не начинать, результат был совершенно понятен, но я все-таки хочу еще пояснить и для себя, и для вас, что эти гигантские деньги были влиты не просто в конкурентную и очень высокоэффективную техническую разницу экономику. Это еще была другая страна, это еще была другая Америка. 12 сентября 1962 года Кеннеди приезжает в Хьюстон, штат Техас, и там выступает аж на стадионе в присутствии 30 тысяч человек, в университетский стадион, и говорит по поводу этой лунной программы. Цитата будет длинная, но я хочу, чтобы вы ее услышали, потому что это важно для понимания той страны и того настроения, с которым эта страна взялась за лунную гонку. Кавычки открываются. Ни Хьюстона, ни Техаса, ни Соединенных Штатов никогда бы не было, если бы наши предки жалели силы и все время оглядывались назад. Америка это страна людей, взгляд которой всегда устрелен вперед в будущее, и сейчас наше будущее это космос. История нашей страны состоит из побед. Америка была среди флагманов промышленной революции, лидеров сферы изобретения и инноваций. Мы первыми поставили ядерную энергию на службу человеку. И сегодня наш долг вырваться вперед в освоение Вселенной. Мы принимаем этот вызов, мы участвуем в этой гонке и выйдем из нее победителями. Космос должен стать источником новых знаний, двигателем прогресса. Но для этого нам надо быть первыми, и мы справимся с этой задачей. Мы покорим космос, раскроем тайны Вселенной, поставим их на службу всего человечества, ведь мы лидеры в сфере науки и промышленности, гаранты мира и безопасности. Конец цитаты. Вот такая вот простая политика, такая простая политика, и теперь после нее мы переходим собственно к технике. А техника в этом деле очень простая. Американцы посчитали, какой вес может быть у того, что должно опуститься на Луну, плюс какой вес будет у того, что крутится по орбите вокруг Луны, плюс сколько еще нужно топлива, двигателей и так далее, чтобы это все с орбиты Луны вернулось на околоземную орбиту, потом с этой орбитой спустилась, и все это, все это дело посчитав, оттуда, от Луны посчитав, они выяснили, что все начинается, вся экспедиция должна начаться с того, что на низкую околоземную орбиту, как называлась опорная орбита, надо вытащить что-то порядка 100 тонн. А по-хорошему это все-таки бы еще и 150. Мы уже видели, вы все знаете, что полезный, вес полезной нагрузки в ракетах, летающих далеко ничтожно мало, что 1,5%, 2% это нормальная ракета, 2,5% это просто замечательная ракета. Но американцы исходили из того, что они создадут не просто замечательную, а необычайно эффективную сочетание транспортной эффективности ракет, в которой будет феноменальная цифра, больше 4% вес полезной нагрузки. Даже при таких цифрах получается, что для того, чтобы вытащить на околоземную орбиту порядка 130-140 тонн, нам нужен носитель, у которого будет исходная стартовая масса 3000 тонн. Напомню, что на тот момент у них был реально летающий Титан-2 стартовой массой 150 тонн. То есть им надо шагнуть в 20 раз. 20 раз больше исходный стартовый вес. Гигантская ракета. А вот она перед вами, вот она перед вами, как она получилась в конечном результате ракеты Сатурн-5, там видите зелененькими обвел, такие маленькие такие точечки, это человечки. Вот еще в поле тоже зеленый кружочек, там тоже человечек по полю идет, вот так выглядит это сооружение. Как же его приподнять? Как же его приподнять? Если оно 3000 тонн весит, то значит двигательная установка должна создать тягу, ну уж по крайней мере чуть больше, а желательно все-таки по-хорошему больше. Разработчики проекта, техническим руководителем проекта всего этого гигантского глобального был назначен Вернер фон Браун, тот самый создатель немецкой ФАУ. Общая координация осуществляла НАСА, единая общегосударственная структура. Они обратились естественно в фирму RocketDine, которая делала мощные ракетные жилкосно-ракетные двигатели, выяснилось, что еще в середине 60-х по заказу ВВС RocketDine делал такое, ну на бумаге, не в металле, а некий исследовательский проект, а какой вообще может быть максимально возможный двигатель. Они тогда насчитали, что двигатель на 700 тонн тяги сделать вроде бы можно на пределе. Ну соответственно пять таких двигателей, пять таких двигателей, вот мы получаем 3,5 тысячи тонн тяги, что уже сможет приподнять. Она будет очень медленно подняться, она действительно очень медленно разгоняла в сравнении с другими космическими даже носителями. Ну пять таких огромных двигателей могут ее поднять. Дальше все понятно, значит надо сделать двигатель. Они его сделали, как впоследствии сказал один из руководителей RocketDine, мы сделали большой, убогий, примитивный, тупой, там по всякому можно перевести, большой, тупой двигатель. Вот он перед вами, F1. Простое такое полетарское название, F1, силу, пост, один. А чтобы вам было понятно, насколько он большой, видите, там вдалеке столик со скамеечкой, чтобы люди могли отдохнуть, это красной стрелочкой пометил. Вот такой вот он рядом со столиком со скамеечкой. Он действительно такой и есть, сухая масса 8,5 тонн, только двигатель, 8,5 тонн, высота 5600 миллиметров, ну, без малого 6 метров. Такой вот, очень даже немаленький дом имеет высоту 6 метров. Да, действительно большой, да, действительно убогий, примитивный, тупой и так далее. Смотрим на табличку, это F1 и наш НК-33, который и стоял на всех ступенях несостоящегося советского лунного носителя N1. Верхнюю строчку только пальцем закройте, на нее не надо смотреть. Смотрим на все остальное. Американский двигатель в полтора раза уступает по тягу вооруженности в отношении тяги к весу. Американский двигатель проигрывает самым главным показателем. Удельный импульс, это самое главное для двигателя, да еще как проигрывает на 34 секунды удельного импульса при работе у Земли. Мы уже много с вами говорили, что это значит. Какие-то огромные потери массы. Далее мы видим, почему он такой убогий. У него давление в камеры сгорания в два раза меньше. Ну а расширение сопла вообще что-то смотреть просто стыдно. 16 у советского 28. Почему такая неэффективность? потому что низкое давление в камеры. Почему низкое давление? Потому что двигатель открытой схемы. Да, представьте себе. Да, представьте себе. Этот великий и ужасный F1, да, по сей день самый мощный однокамерный двигатель когда-либо созданный летавший в космосе из однокамерных, был сделан на тот момент уже устаревшей, ретроградной, примитивной открытой схеме. То есть газ после турбины просто выкидывался, а соответственно нам жалко выкидывать рабочее тело, поэтому турбина относительно малой мощности и давление, насосы относительно малой мощности и давление такое вот смешное давление в камере. Это не случайно, именно так было решено и НАСА, и Вернерфон Браун, все четко была поставлена задача перед Rocketdyne никаких инноваций, никаких новых решений, только проверенные схемы, проверенная топливная пара, жидкий кислород, керосин, ибо было сказано, сама размерность, небывалая размерность такого двигателя представляет собой инновации огромного масштаба. Больше и ничем дополнительно усложнять и не надо. Посмотрим на него повнимательней. В общем, мы все это уже видели, трубчатое сопло, это мы знаем, такую американскую схема, далее, все очень ровненько, аккуратненько, прямые, изогнутые под прямым углом трубопроводы, абсолютно понятная, ясная, внятная компоновка, сверху насос окислителя, как всегда, синики, мы его обозначаем, снизу насос горючего, под ними турбина, маленький газогенератор, почему он маленький, потому что это открытая схема, мы же не вес, компонент пропускаем через него, а далее, как всегда, ниже турбины большой-большой бочонок, это теплообменник, это самогонный аппарат, там змеевик, мы используем тепло отработавших на турбине газов, на что-нибудь полезное, вот, например, испарим жидкий гелий или жидкий азот и будет на борту источник газа под давлением для всякого рода пневмосистемы. Единственное, ну, значит, еще раз смотрим, секундочку, еще раз смотрим на верхнюю часть двигателя, на турбонасосный агрегат, ну, меня восхищают вот эти простота и ясность линий, обратите внимание на огромные размеры входных потопов, ну, синий это подача жидкого кислорода, зеленый подача керосина, почему они такие огромные, ну, так, 2-2,5 тонны в секунду. В камере сгорания этого двигателя каждую секунду исчезало 2,5 тонны жидкого топлива. Ну, потому и такие немаленькие сечения трубопроводов. Все просто и ясно, синий это окислитель, сразу же вот два, симметричный выход из цитобежного насоса, слева, справа, он сразу входит в головку двигателя, дальше подается к форсункам. что же это за такая вот змея, вот змея хватило посредине сопло, вот это единственное, чем он отличался от предыдущих двигателей открытой схемы, это тем, куда они дели, вот куда они дели, в конце концов, отработавший, отдавший тепло в теплообменнике за турбинный газ. Если все предыдущие его просто выкидывали, вот перед вами двигатель, то же самое, кстати, фирма Рокедайн, который был на Титане, просто выкидывали, то здесь они за турбинный газ, вот в эту вот змею, змея это обхватила по талии, ну посредине примерно по высоте сопла, и за турбинный холодный газ вдувался в пристеночный слой и таким образом охлаждал стенки сопла в нижней его половине, не давая ему прогореть. Что значит холодный? Конечно, холодный. После турбины теплообменника там было где-то градусов 300 Цельсия, а на выходе сопла то сотни градусов, но я думаю в этой части сопла там было и по тысячам. Так что это да, совершенно реальное охлаждение, и если вы внимательно посмотрите, если ваш монитор это позволяет, то вы увидите, что выше этой змеи у нас трубчатое сопло, то есть там охлаждение компонентом, керосином, прокачка керосина через эти трубочки, они же уже никаких трубочек нет, и вот этого вдувания изотрубинного газа оказывается хватило для того, чтобы предотвратить прогорание сопла, и оно действительно охлаждает, и это видно, что вы видите, вот это стенд, на котором висит F1, и четко, совершенно видно, я там стрелочке вам показал, что цвет у периферии и центра разный, то есть периферийный пристеночный слой был существенно охлажден, он поэтому более темный, как это видно глазом, и таким образом они достаточно элегантно предотвратили пригорание сопла, и с другой стороны избавились от необходимости прокачивать через вот эту часть, длиннющую часть огромного сопла, прокачивать керосина, это дополнительное гидравлическое сопротивление, соответственно гидравлическая дополнительная нагрузка на насос. Вот, собственно, и все, после чего осталось только это дело собрать вот такой стенд, как видите, не очень большой стенд, подвесить под него 6-метровый двигатель и начинаем, и начинаем. Один повесили, включили, взорвался, разлетелся в клочья, повесили, другой взорвался, разлетелся в клочья. 9, 9 единиц мотора, двигатели у них разрушились при испытаниях, а всего же за 7 лет, 7 лет заняла отработка этого двигателя, было произведено 1332 огневых испытания, 1332. Поделив одно на другое, понимаете, в течение 7 лет через день, 7 долгих лет, через день, включаем, разваливается, включаем, прогорает, включаем, разваливается, да, конечно, главная проблема это поперечные колебания высокочастотные акустические, да, конечно, в камере сгорания таких гигантских размеров, они просто бушевали, начали они с того, что у них были забросы давления 4-х кратные, все как по учебнику, частота 800 Гц, 4-х кратные забросы давления, двигатель просто разлетался в клочья. Ну, они, как видите, делали их как пирожки, так что было, что испытывать. В конце концов, был сделан первый шаг, скажем так, первые шаги, было перепробовано просто методом научного тыка 108 вариантов форсуночной головки. Ну, вот пришли к тому, что сейчас перед вами. спереди, от видите, трубки охлаждения, там и камеры, и сопло с трубочным охлаждением. Вот такая вот красивая форсуночная головка, если они путают, две с половиной тысячи форсунок там помещаются, и перегородки, радиальные и круговые, кольцевые перегородки, которые должны были душить, предотвращать поперечные акустические колебания. Внимательно поглядев, видите, даже перегородка охлаждаемая с дырочками, через нее, вероятно, прокачивался, я думаю, что керосин, ну, и потом еще его тоже выбрасывали, то есть это тоже все охлаждаемое, иначе оно все немедленно исчезнет. Вот таким вот способом, достаточно традиционным, то есть перегородки определенной формы в зоне форсуночной головки, они снизили скачки уже всего-то до плюс-минус 16 атмосфер. Он трясся с такими скачками, забросами давления при пульсации, что тоже, конечно же, недопустимо. Следующим шагом, насколько я могу понять сам это невероятно сложные вещи передать, которые позволили им решить, они изменили перепады давления на форсунках. Это очень красиво. То есть, ну, понятно, для того, чтобы жидкость через форсунку смогла залезть туда, в камеру сгорания, в камеру сгорания 75-80 атмосфер, надо, чтобы на входе в форсунку давление было еще больше. То есть на форсунке какой-то перепад и достаточно большой. изначально у них было 24 атмосферы перепады и по форсункам горючего, и по форсункам окислителя. Так вот, счастливая идея, которую посетила где-то посреди этих семилетних трудов, заключалась в том, чтобы сделать перепад разным. И они сделали по кислороду 21, а по керосину 6,5. Ну, для того, чтобы при таком резком снижении перепада давления на керосиновой форсунке сохранить нужный расход, они форсунку рассверлили, сделали форсунки большего диаметра. То есть все, они сохранили нужную стихиометру, нужное соотношение по массе компонентов, но перепады давления на форсунках окислителя и форсунка горючего существенно разные. 21 на 1, 6,5 на другом. Ну и что? А дальше представим себе, как оно все это? Написываются все эти колебания в некой точке пространства, в некой зоне. камеры сгорания случайным образом сформировалась очаг повышенного давления. И это повышенное давление начинает препятствовать попаданию туда компонентов и керосина, и кислорода. Но поскольку у одного 21 давление, а другого 6,5, то вот этот скачок давления, допустим, в 10 атмосфер, на них действует по-разному. Действует по-разному, и он немедленно разрушает этот скачок давления разрушает правильные пропорции, правильные стихиометрические пропорции до подачи того и другого, и в этой зоне начинается неэффективное, неправильное сгорание с меньшим тепловоделением, меньшим давлением. То есть у нас возникает отрицательная обратная связь по давлению, причем возникает именно в той точке, в пространстве, где эти колебания пытаются начаться. Как только там повысилось давление, так тут же разрушаются стихиометры и подачи двух компонентов, температура падает, давление падает. Вот после того, как они эту штуку сделали, они радикально решили вопрос, и этот огромный, чудовищный, по сей день самый большой одна подтягив однокамерный двигатель в мире трястись перестал. На все это дело ушло 7 лет, 1332 огневых испытаний и 4 миллиарда долларов, тех долларов, долларов в 60-х годах. Одна десятая всех расходов на весь лунный проект, включая все полеты, одна десятая ушла только на разработку двигателя F1, двигателя первой ступени. Огромные размеры двигателя, а их там еще и надо 5 штук, предопределили им огромные размеры самого носителя. диаметр первой ступени был аж 10 метров. И, скажем прямо, он мог бы быть еще больше, если бы они пошли по пути использования водорода. А водород это вторая ключевая, ключевая, ключевой прорыв, ключевая инновация, которая позволила этому Сатурну опять взлететь, но на первой ступени у них был кислород, керосин, а вот вторая и третья, там уже действительно был водород. К чему это приводит? Смотрим на картинку. Вот он стоит, такой весь красивый, подсвеченный предзакатным Солнцем. Я вам провел линию, то есть это границы между первой ступенью и второй, соответственно, выше второй, третьей ступени. Что мы видим? Мы видим, что первая ступень, занимающая даже чуть меньше общей длины, общей высоты, а масса в ней три четверти. и наоборот, огромная вторая и третья ступень по размеру половины всего весит жалкие 22%. А почему так? А потому, что это водород. А потому, что водород, это же очень легкий газ, это самый легкий газ, и даже жидкий водород, это очень легкая субстанция, и плотность жидкого водорода примерно в 10 раз меньше, чем плотность керосина, соответственно, водородный бак при той же массе будет аж в 10 раз больше. Поэтому получилось то, что получилось. Огромная ракета, огромная ракета, в которой почти что пустой, судя по весу, 22%, половина, это вторая и третья водородной ступени. Ну, разумеется, не только это, не только этим водород создает колоссальные проблемы. Колоссальные проблемы. Опять, температура. водород категорически не желает превращаться в жидкость, его надо охладить до минус 250 с чем-то. При такой температуре, конечно же, исчезают любые уплотнения, при такой температуре охрупчиваются материалы, при такой температуре вообще конструкция может разрушиться просто от срабатывания пиропатрона, пироболта, просто от сотрясения. При такой температуре начинается межкостолитная коррозия, маленький атом пролезает вовнутрь. Колоссальные проблемы. Колоссальные проблемы создаёт использование этого компонента, плюс все мы знаем, что водород и кислород это в смеси гремучий газ, то есть это может взорваться. Были очень большие опасения, что ракета окутанная облаками непрерывно испаряющегося жидкого водорода, просто эти облака смешаются с облаками испаряющегося жидкого кислорода, всё это бабахнет. Все эти 3000 тонн бабахнут. Колоссальные были проблемы и опасения, однако, однако, удельный импульс 440. Пара жидкий кислород, жидкий водород даёт такой скачок в удельном импульсе на 150, 120, 130 секунд по сравнению даже с очень качественным кислород-керосиновым двигателем, что устоять перед таким соблазном было невозможно и другими словами, без водорода на второй и третьей ступенях, они бы ничего и не решили, поэтому они пошли на это, на этот колоссальный технический риск, и когда у них получилось, один из руководителей проекта сказал, что после создания Фау-2 водородный двигатель это второе достижение в истории ракетной техники. Ну, благо, американцы здесь был задел, здесь был задел, смотрим на картинку, видим, ну, согласитесь, сильно он отличается от того, что мы видели раньше, все, тут уж все перепутано, крученные верчинные формы, сразу не поймешь, что есть где, это другая фирма и другая конструкторская школа, это Праттен-Витни, а тот самый знаменитый Праттен-Витни, одна из двух или трех, может быть, сказать, двигательных фирм, которая создавала все пышневые моторы на самолетах американских Второй мировой войны, потом она делала, естественно, турбореактивные авиационные двигатели, другая школа, другие задачи, другие привычки. И вот, тем не менее, эта авиационная авиамоторная фирма Праттен-Витни и сделала первой в мире, ну, реальной работающей, реально летавшей в космос, двигатель, моторчик, называемый все-таки моторчик. Там маленькая тяга была, 6,5 тонн тяги для верхних ступеней, первым делом они его прицепили центавр или кентавр, по-разному это пишется, была вторая ступень, которую надели на атлас и улетели в космос. Вот это вот первый в истории человечества двигатель на паре жидкий водород, жидкий кислород, вы не поверите, он работает по сей день. Ну, конечно, уже модифицированный, но в общем-то именно он, этот РЛ-10 Праттен-Витни, сейчас вот летает в составе СЛС огромная американская ракета, которая отправила беспилотный аппарат к Луне. Вот мы его видим, да, традиционная для американцев схема с трубчатым охлаждением, трубчатой конструкцией, правильнее сказать. Пару слов, наверное, заслуживает, конечно, его принципиальная схема. Смотрим и видим, что, а где? А газогенератора это нет. А газогенератора нет вообще. Дело в том, что жидкий водород, создавая уйма проблем, создает и определенные возможности общественно взять и выкинуть из конструкции газогенератора. А что же крутит турбину? Естественно, турбину крутит испаряющийся в рубашке охлаждения жидкий водород. Вот так это дело и делается. Весь расход, весь полностью расход водорода закачивается в рубашку охлаждения, жидкость минус 254, соприкасается со стенками нагретыми до 1000 градусов Цельсия, мгновенно это дело вскипает и поток испарившегося уже газообразного водорода крутит турбину. После чего после турбины попадает в камеру сгорания. Как же-то он туда попадает, должны вы у меня спросить, а давления хватает? Вопрос правильный, поэтому двигатель маленький. Закон куба квадрата. Если он у нас маленький и площадь, площадь поверхности испарения достаточно большая, да, получается необходимое давление можно передавить. Большой двигатель по такой схеме не получится. Также обратите внимание, почему-то появился механический редуктор и почему-то я по-разному нарисовал насосы, зеленый и синий. Это не случайно. Как мы уже выяснили, объем, ну, объем, удельный вес жидкого водорода очень низкий, соответственно, перекачивать надо огромные, многократно превосходящие объемы жидкого водорода по сравнению с объемом окислителя жидкого кислорода и насосы стали совершенно другие. Двуступенчатый центробежный насос на подачу зеленого, то есть топлива, то есть жидкого водорода, значительно меньше нужны уже обороты и одноступенчатый мотор для подачи кислорода, и поэтому пришлось еще поставить туда механический редуктор. Не самое приятное решение, но за использование водорода приходится платить. В результате первый моторчик уже имел 440-удельный импульс. В настоящем большом, который поднял вторую и третью ступень Сатурна, там уже стоял Рокет Дайновский, но они делали по кооперации с использованием технологии ноу-хау Раттен-Витни, которую накопили на РЛ-10, J2, тоже феноменальная для того времени конечно же вещь, двигатель на паре жидкий кислород-водород, вот его схема перед вами. Здесь конечно уже пришлось использовать полноценный газогенератор, без этого дела не обошлось, но здесь опять же открытая схема. И в этом случае американцы решили, что использование жидкого водорода это уже само по себе инновация такого огромного масштаба, это такой клубок проблем, что усугублять их еще и проблемами с замкнутой схемой не стоит. Поэтому сделали достаточно похожим на F1 способом, то есть вот коричневый цвет, отработавший на турбине газогенераторный газ, скрутит первую турбину, потом его подают на вторую турбину, и после нее он уже идет опять же в змею в охлаждении нижней части сопла. Да, обратите внимание, первый раз мы такое видим, два турбонасосных агрегата, та же самая проблема. Объемы, секундный объемный расход по одному компоненту и другому настолько разный, водорода надо перекачивать огромные объемы, масса-то маленькая, объемы большие, что объединить это в едином турбонасосном агрегате не удалось, они сделали вот так, два ТНа, но питаемые газом от одного газогенератора. Вот как это выглядит уже в более реальном виде, вот как это выглядит уже на самом двигателе, да, другой вид, существенно другой вид, и вот эти самые 183 ромбовидных отверстий, через которых отработавший газогенераторный газ, холодный, вдувался в сопло и, соответственно, его остужал. В результате мы имеем такой красивый двигатель и видим как он большущий шар, вот здесь он еще лучше виден, белый шар. Это не случайно, вот этот двигатель J2 установлен на третьей ступени, а третья ступень должна была запускаться дважды, первый раз при выведении, а потом уже, когда все это дело оказалось на низкой околоземной орбите, два часа давалось экипажу осмотреться, что происходит, Центр управления полетами изучал всю поступающую информацию о телеметрии и принимал решение летим к Луне или не летим, а вот если летим, то надо было повторно запустить двигатель, и для этого нужен был источник сжатого газа для раскрутки трубонасольского гигида, вот это вот большой белый пузырь, он причем двойной, там шар в шаре, там водород, гели, очень они этим делом гордятся, это позволяло второй раз запустить двигатель, учитывая вот эту проблему, учитывая эту проблему, что двигатель придется повторно запускать, да еще в вакууме, да еще в невесомости, они также серьезно подошли и к отработке J2, то есть бесконечная череда испытаний, они проверяли их на 30 запусков, 30 запусков, чтобы убедиться, что он действительно способен к многократному включению, а в конечном итоге была принята схема, что каждый двигатель и F1, и J2, первая ступень, вторая, третья, прежде чем оказаться на реальной ракете, которая полетит к Луне с людьми, должен был быть перед этим запущен три раза, один раз запуск на стенде, отработка по полностью, ну сколько он должен отработать, секунд, сняли, осмотрели, замечаний нет, опять вешаем на стенд, еще раз прожигаем полностью, отработал все свои секунды, осмотрели, замечаний нет, снимаем вот этого маленького стенда, на котором испытывается двигатель, везем на гигантский циклопический стенд, на котором висит целая, целая ступень, и уже в составе ступени этот двигатель должен опять же отработать свои секунды, и только после этого его снимают, осматривают, если замечаний нет, только после этого он едет и становится на реальную ракету. Ну, в результате, в результате был получен результат. Смотрим на таблицу, тут уже приходится плакать, но плакать от стыда в другую сторону. Вот J-2 американский, вот наш НК-33, и мы видим удельный импульс, смотрим на удельный импульс, нам все становится понятным. Зачем это дело сделали? При этом, да, J-2 тяжелый, тяжелый, обратите внимание, опять же, в два раза, на этот раз в два раза уступает к советскому двигателю по тягу вооруженности, опять же, в три раза уступает по давлению в камере, это очевидно, это понятно, потому что открытая схема, там большое давление не создашь, но за счет использования волшебного вещества жидкого водорода мы, не мы, а американцы получили огромный удельный импульс, 421-й одиница, то есть тут уже места для конкуренции не остается. При таких феноменальных показателях эффективности двигателя, они еще получили его невероятную надежность, да, потратив уйму денег, бесконечные годы, сотни тысяч огневых испытаний, проверка каждого двигателя трехкратной предпостановкой на ракету-носитель и результат, и результат, смотрим на табличку, это то, с чем американцы подошли к Сатурну, процент неудачных запусков по годам СССР, США, все видим, все понятно, да, американцев постоянно было в три раза меньше процент отказов, уже в середине 60-х они вышли на 9% неудачных запусков, в Советском Союзе был 31, ну а когда дело дошло до Сатурна, то тут вообще уже просто оказались чудеса, 12 запусков, 12 запусков и ни одного серьезного аварийного отказа по носителю, 12 запусков и 12 раз ракета-носитель Сатурн-5 отработала все, что надо и доставила, доставила свой полезный груз на околоземную орбиту, после этого, да, был, конечно же, была феорическая, драматическая история полета Аполлона, Аполлона-13, но это отдельная история, про него даже художественный фильм снят, Аполлона-13, да, там были чудеса, но эти чудеса уже не были связаны с работой носителя, чудеса были другого свойства, они, к счастью, не привели, они не привели к катастрофе, но они уже были близко к нему, и здесь мы, приближаясь к завершению сегодняшнего разговора, вспоминаем то, что мы говорили в завершении предыдущей нашей лекции, о самой большой проблеме жидкостных ракет, ОГО, бульканье, колыхание жидкости, колыхание жидкости в огромных этих бочках, ракеты, это огромная бочка, и как это взаимодействует с двигателем, вот эти вот низкочастотные, страшные колыхания, раскачивающие и разваливающие огромную ракету, несмотря на то, что каждая ступень, да, каждая ступень десятки, сотни раз испытывалась на стендах, и было сделано все, что надо для подавления топорга, поперечные перегородки, парадольные, гибкая связь между трубопроводом и двигателем, гидроаммортизатором, гидродемпферы, колебаний, и в результате на втором запуске, на втором запуске у них задрожал и затрясся, хорошо, так, затрясся, первая ступень на частоте 5,3 Гц с перегрузкой 0,6, у них полетели листы обшивки, но, наверное, не силовые, естественно, и ступень отработала, после чего они полгода думали, что же еще сделать, задушили, а больше на первой ступени пога не появлялась, а вот на восьмом запуске, все с тем же самым злосчастным 13-м, 13-м Аполлон-13, у них произошла уже серьезная вещь, на этапе работы второй ступени, да, на второй ступени было 5 двигателей со самым J2, 4 по кругу и 5 в центре, у них началось вот это продольное колебание, раскачка топлива, сильнее всего задрожал, то есть началась пульсация давления на входе в камеру сгорания на центральном двигателе, автоматика его просто отсекла, опасаясь, что он просто сейчас развалится, но центральный двигатель, 4 периферийных, отработали свое, центр управления немедленно изменил программу, они несколько больше секунд проработали двигатели второй ступени, они достигли нужной скорости, вывели все на нужную орбиту, но им повезло, если бы это был не центральный двигатель, автоматика бы заглушила периферийный, возник бы опрокидывающий момент, чтобы они с этим делали, уже было непонятно, то есть это страшная вещь, которая была, если остается чем-то непостижимым, но повезло, где-то повезло, но с другой стороны мы знаем, кому везет, везет тому, кто сам везет, вот он, кто все это дело вез, вот Вернерфон Браун, устало облокотившийся на один из двигателей F1 первой ступени, пережил он свое детище на 5 лет, умер в 77 году, в возрасте 65 лет, но то поколение, оно долго не жило, с такими интеллектуальными эмоциональными нагрузками, вот таким надгробием его отблагодарила Америка, но вопрос сложный, обсуждать мы его не будем, лучше придем сразу к техническим результатам, а технический результат всей этой грандиозной работы, грандиозного достижения, грандиозного и по размерам ракеты, выводимой массе, достигнутой Луны, феноменальной надежности, а результат его в том, что уже на следующем этапе развития все пошло взад, да, вот смотрим на эту картинку, вот он Сатурн-5, рядом с ним советская неудавшаяся Н-1, а уже на следующем этапе американский шаттл с таким коричневым цветом, кирпичного цвета, баком жидкого водорода, советский шаттл, то есть космическая система энергии, видимо, они что-то что-ли просто явно меньше, они действительно меньше, но шаттл вообще был малыш, стартовой массой 2045 тонн, то есть полтора раза легче, советская энергия 2400, то, что сейчас слетало первый раз СЛС, американский сверхтяжелый носитель 2600, то есть развитие пошло не по пути, больше увеличения размеров и массы этих огромных летающих бочек жидкостью, а в точно другом направлении. И, скорее всего, мы должны констатировать, что вот такой носитель, как Сатурн-5, это, вероятно, предел, а может быть, уже и за разумным пределом масс и габаритов жидкостной ракеты, ибо нельзя бесконечно искушать судьбу. вот эти летающие бочки с булькающей жидкостью, это додром не кончится, или чуть раньше, или чуть позже, оно затрясется и развалится, поэтому развитие пошло по-другому, и обратите внимание, что на американском шаттле уже твердотопливный ускоритель отрывает вот этот белый карандаш, это твердотопливный ускоритель, заметьте, стартовая тяга 1300 тонн, самый большой мощный когда-либо сложный человеческий жидкость на двигателе это 700 тонн, а здесь получили 1300, а на том, что полетело неделю назад СЛС, там было уже 1600, потому что твердотопливный ускоритель, да, там ничтожный, ну, по сравнению с водородом, ничтожный удельный импульс 280, он, конечно, проигрывает по удельному импульсу, он тяжеленный, он неэффективный, но зато там ничего не булькает, там нету турбонасосных агрегатов, там нету турбины мощности 55 тысяч лошадиных сил, да, на F1 была турбина 55 тысяч лошадиных сил, там нет насосов, которые крутятся с оборотами 450 оборотов в секунду, вот так вот крутился насос на J2, там уже лежит кусок твердого чего-то, он уже там лежит, его же не надо никуда подавать, ничего не булькает, ничего не ковитирует, это гораздо надежнее, это несравненно надежнее, и наверное вот это чудовище, вот это чудовище, это колоссальное достижение под названием Сатурн-5, это вероятно лебединая песня жидких ракет, и больше в ту сторону, в сторону создания таких монстров, я надеюсь, уже ходить не будут, а на этом мы закончили все, что я хотел сказать сегодня, а про то, как ничего не получила советская ракета Н1 мы будем говорить в следующей части. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok